Дорожное строительство Самое глубокое на самом деле у нас получается не улица Арбан, а улица Кирова. По-моему, там, насколько я помню, с 8 по 10 пикет мы докопали до водоносного слоя на сегодняшний день. Сейчас как раз ведутся работы по устройству земляного полотна и скального грунта. А почему-то глубоко, потому что грунты пучинистые и местами получается, что мы доходим до водоносного слоя. Два участка у нас уже сейчас в водоносном слое, который мы сейчас отсыпаем скалой. Ну, изначально, да, этих работ не было в проекте. Но для того, чтобы качественно построить земляное полотно, чтобы потом не было просадок на проезжей части, необходимо сейчас выполнить эти работы, иначе потом уже будут проблемы. Вот, собственно говоря, и ответ. Геологические особенности нового района дают о себе знать. И чтобы дорога прослужила дольше, приходится копать глубже, менять одно основание на другое. Тем более, что всё это градостроители Абаканов высчитали ещё на стадии проектирования. Так что сейчас на всех трёх улицах Кирова, Арбан и генерала Тихонова одна и та же картина – выемка и замена грунта. Проекты на самом деле, примерно мы в этих отметках и работаем. Там плюс-минус где-то есть какие-то расхождения до 50 сантиметров. А основной объём уже был посчитан в проекте. Это на улице Кирова на 155 тысяч кубических метров. На ПГС нужно завести, чтобы устроить земляное полотно под проезжую часть. На Арбане у нас порядка 45 и в районе 70-80 тысяч кубов нужно завести на улицу генерала Тихонова. Как отметили сегодня кураторы, на заседании еженедельного дорожного штаба в градостроительном департаменте Абакана все работы на новых улицах в жилом районе Арбан в настоящее время идут в соответствии с графиком.